Рекламно-информационная программа. Да, художником. Заслуженным художником Российской Федерации, академиком Российской Академии Художеств. Профессор, сегодня он уже открыл свою персональную выставку. А, вчера еще? Это было вчера. А сегодня будет свободное общение, да? Да, ну, вероятно, я не видела расписание. Это наш главный редактор Светлана Занькова. Добрый день. Да, в ожидании художника мы пообщаемся, потому что Светлана была вчера на открытии выставки. Ну что, это было действительно такое событие? Самое яркое культурное событие года, как сказала наша министр культуры Татьяна Мазур. Татьяна Сергеевна, она, в общем, мне кажется, каждое событие культурной жизни отмечает как самое яркое. Но, безусловно, конечно, это событие, потому что, когда приезжает действительно известный художник, уж всероссийский точно известный художник, один из любимых художников многих россиян, так скажем. В том числе известных россиян. Ну, слово «богема» тут используется зачастую. Или «и» так у него, наверное, разное называют. «Богема», что угодно, да, «люди из власти» и так далее. Но вот здесь, вот на Карла Липнихта, буквально в соседнем доме, открылась выставка вчера. Она открылась в 6 часов. Понятно, как обычно при открытии выставки была пресс-конференция, большое количество прессы, фотографий. После этого был расширенный состав. Туда пришли приглашенные люди и как раз тоже из нашей культурной, творческой и бизнес-элиты. И было свободное общение, и был фуршет, было такое светское мероприятие. Никасу говорили приветственные слова и губернатор Кировской области, и Игорь Васильев, и глава ОЗС Владимир Быков, и, конечно, министр культуры Татьяна Мазур. И много кто еще там говорил свои слова. В общем, меня внимательно очень все слушали. Пока все слушали, я обошла выставку, посмотрела на картины. Ну, а достаточно знакомые мне были. И атмосфера была вполне такая дружелюбная, без всякой помпы, я бы сказала. Никас провел экскурсию для всех желающих по своей выставке, рассказывал буквально о каждой картине, о ее истории, как он ее создавал, что его мотивировало на создание этого произведения. Ну, и я бы сказала, что в том числе и деловое такое было общение, потому что понятно, что Никас, конечно, как любой художник, рисует в том числе и на заказ, с портретами он отличается своими. Я недолго там задержалась после того, как выставка, экскурсия закончилась, но пообщалась с Ильей Шульгиным, который мне рассказал, с главой администрации города Кирова, который мне рассказал о своем опыте покупки картины-литографии. Никаса? Нет, не Никаса. Нет, не Никаса. Вот, и заодно еще и скверы мы с Ильей Вячеславовичем обсудили, и Баско обсудили. Ну, пора уже, скоро растает. Ну, то есть это такое мероприятие было, где люди встречались, общались, обсуждали в том числе и какие-то еще вещи, связанные с текущей деятельностью, и совместные проекты и прочее. Я не знаю, чем там дело кончилось. Никас, если все-таки сейчас придет, а нам только что звонили, его помощники говорили, что он едет на пути к нам. Ну, в общем, я бы сказала, что не было помпезным это мероприятие. Оно было вполне себе такое, как я уже уточнила, дружелюбное. И, наверное, нашему городу таких мероприятий не достает, и пускай приезжает как можно больше знаменитостей и звезд, потому что это как-то стимулирует хотя бы на то, чтобы мы понимали свою, не знаю, причастность к столице, почему бы и нет, и на Галамуру тоже, почему бы и нет. Нет, ну сегодня Прохор сказал у нас, который был дирижером... Прохор Протасов, дирижер Вятского симфонического оркестра. Да, мы все равно, хотим мы этого или не хотим, мы все равно немножко изолированы. Вот приезд таких людей, он как бы эту изоляцию разрывает. Хотя мы очень географически и удачно расположены. Не так уж далеко от столицы. Аэропорт не работает. Да, ну вот проблема большая, мы уже об этом говорим. Понимаешь, Владимир, у нас транспорт удачно сделан, у нас хорошее, у нас и транзит, если все равно люди, ты понимаешь, транзитом нас приезжают. А надо, чтобы они все-таки ходили. А они приезжают мимо нас, об этом, кстати, Васильев-то ведь неоднократно говорил, что у нас и площадки вроде как нет, и жалко, что с министром культуры на эту тему не поговорили, поговорили, но он ее не обозначил. Но самое-то главное, конечно, авиасообщение, это не тема культпохода, но однако, друзья, когда занятые такие персоны, в том числе, как и Никас Сафронов, прилетают, вот он вчера особо отметил, что его и его друг Володя Пресняков ждет, и этот ждет. Старший или младший? Молодший. А вот он сюда приехал. И, наверное, все-таки надо прилетать. Вы помните, какая у нас была история с разворотом на бизнес, когда мы ждали главу одного из крупнейших предприятий фармацевтических, а он говорит, слушайте, к вашему развороту невозможно ни на чем прилететь. Человек, давно не ездивший на поезде, ехал-таки для нас на поезде, но это не есть хорошо. Потому что следующее мероприятие, следующее мероприятие, форумы, перелеты по всей стране, и тут в Киров надо раз и на поезде ехать. Ладно, отвлеклись немножко. У нас культпоход, ведь, да? У нас культпоход, но эта тема-то как бы, извини, все равно связана. Конечно, безусловно. Нет, если мы говорим о таких мероприятиях, безусловно, это связанная тема, конечно. Да, кстати, Никусу задавались вопросы по поводу нашего богатого вятского наследия художественного. Он вам подготовлен? Я не присутствовала. Я только видела. Я же была вот на этой вот части, где вот была экскурсия и приветственные слова, и я знаю, что губернатор подарил ему, естественно, дымковскую игрушку, аж целых даже две игрушки, указав, что вот мы этим... Вот все-таки, понимаете, вот хотим-не хотим, дымковская игрушка, вот она как атрибут. Вот я, кстати говоря, у многих своих знакомых и московских, и зарубежных именно дымковскую игрушку вижу, и ее не прячут в дальний угол. Угол ее действительно, если это такое, да, ее действительно где-то на видном месте держат, потому что, ну, есть в ней некая аутентичность, есть некая интересность. Я сама в свое время дарила дымковскую карусель, и когда я везла эту карусель, мне было жалко ее отдавать, я вам скажу. Ну, потому что, мне кажется, это одна из самых... Очень дорого обошлась? Нет, не из-за дороговизны, а вот она большая такая, и вот это вот целый дом такой получается. Он очень красиво, внушительно, интересно смотрится, загадочно можно наблюдать и вот пофантазировать, какие-то выдумывают сказки и истории. Вот, я знаю, это был французский коллега мой, и он с таким восторгом ее представил гостям. Я помню, тогда еще на московской квартире у него встречались, и там был один из редакторов ВОК французского, и она была тоже в восторге, фотографировала на свою зеркальную камеру, мы с ней просто про зеркальную камеру там говорили. И поэтому дымковская игрушка, конечно, все равно, вот это вот, это что-то, что нельзя ни в коем случае потерять, и нужно думать над маркетинговыми стратегиями ее продвижения. Кстати, по поводу дымки у нас один из пользователей нашего сайта, хакирова.ру, как раз эту тему-то и затронул. Он просит нас, ведущих, спросить Никаса о том, видел ли он дома на Комсомольской, вот, украшенные в этом дымковском стиле, и как он с художественной точки зрения. Да, между прочим, надо сказать, что раз уж на то пошло, скажи, что у нас со временем, еще есть минутка до перерыва, раз уж на то пошло, то вот сегодня, у меня просто перед глазами нет списка, но сегодня к нам приехали шесть архитекторов из ведущих московских и питерских бюро архитектурных. Это люди, которые представляют бюро, разрабатывавшие общественные пространства для Москвы и Питера. Ну, в Москве, представляете себе, глобальная перестройка, переформатирование, перепланирование Москвы. Вот они эти пространства общественные как раз сформировали. И сегодня, прям, может быть, в эту минуту, не может быть, а точно, они ездят по городу Кирову и смотрят, как у нас тут все устроено, как у нас все это выглядит. А в 4 часа в детском космическом центре будет встреча с представителями прессы и общественными деятелями, чиновниками, где они расскажут о своих впечатлениях. И вообще у меня вопрос, можно ли вообще что-то здесь сделать, учитывая бюджет. Ну, правда, мы всегда же в это упираемся. То есть, когда мы говорим о Москве, то глобальная перестройка, бюджеты Москвы, не будем сейчас расстраивать Кировчан, озвучивать вот здесь, да, но что скажут эти люди, что можно с этим сделать. И вообще, отчего они к нам приехали? Я так понимаю, что опять Василий здесь отличился и привез их сюда, Игорь Владимирович, по его инициативе. Судя по тому, как ты описываешь масштаб этих людей. Ты понимаешь, они приедут, мы туда все придем, как минимум, там точно все, кто в группе Киров меняется и больше. Потому что я сама вчера обзванивала общественных деятелей, приглашала, кто вот урбанистическими проектами занимается, кто здесь в этой студии в программе «Урбан» постоянно появляется. И будет такая встреча в 4 часа. Наш редактор нашего портала эхакиров.ру, Дарья Топузлева, там тоже будет. Она будет вести видеосъемку и фотосъемку, и разговор мы от этого слышим. И узнаем потом из новостей, о чем шла речь, какие вопросы задавались. Конечно, про дома тоже спросят. Конечно, спросят про то, как у нас вообще, что с этой фактурой делать, с нашей, с дорожным движением, с нашими площадями. Может быть, они даже парки какие-то увидят. Но я хочу одну особенность отметить здесь. Мы пытались вчера как раз, Даша хотела с ними проехать по городу. Они сказали, вы знаете, давайте мы вообще без посторонних людей, без прессы, без общественников, без чиновника, без всего. Вот у нас есть шоферы, мы едем. Мы смотрим, вот куда захотели, туда завернули. Вот без всяких, даже молча посидеть, поснимать нельзя. Смотрим, фиксируем или как-то? Вот они хотят сами, чтобы не было никакого влияния со стороны, и это хорошо. Это хорошо, будет так и новость. Перерыв у нас, да? У меня сразу вопрос, просто готовы ли опуститься птицы такого высокого полета, как-то вот чуть-чуть пониже. Или они настолько профессионалы, что они готовы работать с любым пространством. Слушай, мне кажется, что профессионалы работают с любым пространством, но мы сегодня увидим это. Хорошо, давайте паузу вот сейчас сделаем небольшую. Ждем мы у нас в гостях Никаса Сафронова. У нас еще много призов, собственно, розыгрышем мы и займемся. Культ поход. Культ поход так или иначе продолжается. А вот какие интересные подробности. А вот мы уже, да, собственно, на горизонте видим нашего гостя. Сейчас будем приглашать его в студию. Давайте я тогда уйду из студии, а Никаса сейчас провожу. Да, хорошо. Ну, а мы пока перечислим те призы, которые у нас есть. Внимание, наши слушатели, запоминайте, чтобы потом не гадать. Эх, что же выбрать? 211-101. 211-101. Это уж хотел еще раз напомнить телефон, по которому, позвонив и ответив на наш вопрос, можете получить следующее. У нас, во-первых, есть билеты в наш драматический театр. Там сегодня жизнь прекрасна, 18.00, 16+. А завтра, 31 марта, Джульетта выжила. И тоже 16+. Театр на Спаске сегодня. Вы можете попасть на постановку «Гудбэй, Берлин», 6 часов вечера, 16+. А еще у нас есть билеты в театр «Кукол». Там премьера. Там премьера «Принцесса Карамелька». Они им рассказывали одну из наших программ. Там ограничения очень классные. Три плюс. Мне это очень нравится. Авиатский художественный музей имени Востенцовых. Выставка Ленинградской школы живописи. Коллекция перемены. Собрание музейно-выставочного центра «Петербургский художник 0+.» Тоже можете получить приглашение на две персоны. Быстро книжки озвучим. Книги от магазина «Читай город». Я не буду подробно. Название? Да, название. Александр Полярный. «Мятная сказка». Ренат Валиулин. «Состояние тире Питер». И Уильям Дерезевиц «Уроки Джей Ностин. Как шесть романов научили меня дружить. Любить и быть счастливым». Билеты в кино. А именно в кинотеатр «Дружба» у нас сегодня тоже имеются. Можете выбрать. Ну, любой фильм, любой сеанс. Так, Елену Боробей у нас взяли уже. Взяли. Арт-зал взяли. Галерию прогресса взяли. Тоже взяли. У нас осталось пригласительный билет на концерт Вятской филармонии, где в Вятске наш симфонический оркестр и дирижер, и гость наш из Израиля, который был в первом части нашей программы, Марк Волох, будет дирижировать этой программой в рамках фестиваля «Вятская весна». А еще вы можете пойти в Гауди 31 марта в 8 часов вечера в 18+. Там мероприятие для взрослых. Пожалуйста, озвучьте. «The Fifth Kind House» – «Swing, Rock'n'Roll, Blues». Программа «Let's Dance» – «Саксофон, гитара, ударная, контрабас». Ограничение 18+. Ну и вот наш долгожданный гость. Все, мы озвучили наши призы. Никас Сафронов, заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день, человек, который любит «Эхо Москвы». «Эхо Москвы». Мы, к сожалению, заранее не успели обговорить. Просто имя или по имени-отчеству? Нет, просто по имени. Просто по имени. Спасибо, да. Накануне открылась ваша выставка. Сегодня у вас будет встреча с кировчанами, да? Они в 3 часа дня могут подойти. Мы хотели еще спросить. У нас звонили, спрашивали. Там вход свободный будет на встречу с вами? Ну вот передо мной все-таки... Я не могу сказать об этом. Немножко не знаете. Нет, передо мной подсказочка есть, что все-таки некая плата там существует. Это 30 марта, 15.00. Ну и, соответственно, Карла Липнев, это 71. Там, где ваша выставка открылась. Как впечатления от города? От встречи, от приема? Замечательно. Как ни странно, но вот сказали, что погода была здесь не солнечная. И я приехал вчера, и солнце вдруг сразу раз... Хотя, может быть, и раньше было, и мне так сказали. Но приятная погода передо мной. Так называемое чертое колесо крутится перед окнами. Я вижу, как люди там радуются, машут рукой. Ну, видимо, в Хилтоне вы остановились. Да, это Хилтон. И сегодня, правда, была пожарная... Как говорится... Тревога. Тревога, но такая ложная. Тренировочная. Тренировочная. Тем не менее, я разбудили раньше, чем я обычно ложусь. Потом пытался подремать, но уже не смог. Но это нормально, должны, наверное, быть. Только не тогда, когда ложка к обеду, как говорится. А вот все-таки заранее предупредить, и я имею в виду трагедия в Кемерово, которая произошла. Сейчас начали вдруг всех гонять в гостиницах, в домах и так далее. Ну, наверное, тоже должно быть. Вы впервые в нашем городе? Я впервые, да. И мне очень нравится город, даже в этом состоянии. Состояние, я хочу сказать, тоже как бы... Бывает, приезжают в деревни, и там весной роскошь в мае. И в Париж там слякать грязь. Ну, здесь такая хорошая весна, замечательно. Снег еще лежит, хотя уже начинается отцепель. И чувствуешь, что ты находишься в каком-то экзотическом, необычном, красивом, купеческом таком городе. И это меня очень радует, что есть такие города, где много храмов. Вчера я был в храме. Ну, не храм, а монастырь, мужской монастырь. И вот там святая вода, попили, так сказать, из источника. Потом с батюшкой Марком, владейкой Марком, общались до позднего вечера. Вот это была интересная встреча. И как бы выставка идет, и открытие замечательное. И я очень рад, что в этом городе я нахожусь. Я приеду еще сюда где-то в мае, наверное, в конце июля. А, 3 июля батюшка пригласил по поводу крестного хода. 3 июня, наверное, все-таки. Июня, да. Июня, да. У нас начали в Великобритании крестный ход. Какое-то грандиозное событие. А я живу на Брюсовом переулке около церкви Вознесения в Успенском в Рашке. И там тоже идет крестный ход. Он сказал, вы знаете, забудьте про тот ход. Это не что по сравнению с нашим. Это какое-то грандиозное шествие. Приезжает огромное количество людей со всей России. И вот это какая-то такая уникальная история этого города. Вы собираетесь, простите, пройти этот крестный ход наш? Я думаю, с удовольствием пройду. Я даже более того, мы вчера пока общались с Марком. Позвонил Дроздов Николай Николаевич, который тоже хочет присоединиться к этому крестному ходу. Это в мире животных. Ну, мы знаем, конечно. Дядя Коля, как называют его, дядя Коля. Да, мой кум, мой друг близкий его. Так что я привезу еще, да, еще и товарища. В прошлом году, как известно, патриарх Кирилл у нас посещал этот Великобританский крестный ход. И, судя по впечатлениям, это прошло замечательно, в общем-то, да. Ваша выставка называется «Весна впечатлений. Никос. Живопись. Оптимизм». Расскажите о тех работах, которые вы привезли. Ну, здесь есть работы, которые являются таким ноу-хау. Это Dream Vision, это «В стиле импрессионистов». Несколько работ, символизм, портреты, графика. Ну, такой какой-то разнообразный, как бы, совершенно собрание разнообразное, где можно увидеть разные направления разного времени. Мои студенческие работы переписаны сегодняшним уже, это 72-й год, скажем, до нашего времени. Я думаю, для зрителя будет достаточно много неожиданного и интересного. Работа 100% обновлённая, она была в 2010 году, но совершенно новые экспозиции, они одной работы не повторяющиеся. Я специально делаю разные выставки, вот, не повторяющиеся, через несколько лет. Хотя, может быть, многие не видели ту выставку, но это будет интересно для зрителя, и тот, кто не видел, и тот, кто видел, снова увидеть новую работу. Ну, судя по названию, они всё-таки зрителям дарят какой-то хороший заряд, яркие эмоции. Я вообще пишу всегда позитивные работы. Я как-то вот, даже когда произошла трагедия 11 сентября в Америке, и мне заказала галерея одна американская, с которой я тогда работал, картину, привез, встали мне фотографию, материал, башни падают, люди кричат. Вот, и я нарисовал просто плачущего ангела на развалинах, скорчившего такого комочек. Я сейчас на Инстаграм дал вот эту работу, связанную с трагедией в Кемерово, и очень много отзывов таких позитивных людей. Понимаю. История искусства, она вообще не должна быть некой географической картой, всегда должна быть какая-то метафора для размышления. Возьмём хотя бы картину «Чёрный квадрат», в которой, в общем-то, тёмная кошка в тёмной комнате, особенно её сам нет. Но в живописи, когда всё-таки есть привлечения, как Брейгель, Босх, Арчимбальда такой, знаете, из фруктов укладывал лица. И вот есть метафора, которая подаётся, и зрителю, во-первых, интересно. Он видит, что это на самом деле существует. Голова быка и тела человека, может быть, нет в реалии, но ему интересно и то, и другое. Он видит, что это написано профессионально. А вокруг этого какая-то уже метафора, которая заставляет его задумываться и представлять, может быть, даже не то, что я думал, но новое для себя какие-то образы создаёт в голове. Это всегда приятно. Вы сказали, что впервые в нашем городе, и тут, конечно, хочется спросить, а что вам до этого было известно о Вятке? И известен ли вам такой легендарный наш дымковский промахудожественный мотив? Ну, вчера губернатор мне подарил несколько дымковских таких работ. Там такой гусар барыня и такая птица, жар-птица. Это для меня очень приятно. Я помню, в детстве у нас была игрушка. Я очень дорожил ей. Дымковская игрушка была? Да, она куда-то пропала, я искал, но оказалось, что нет ни одной повторяющейся дымковской игрушки. Конечно, я знал о Грине, Александре Грине. Я присутствую постоянно, каждый год участвую в «Алых парусах», где Василий Лановой возглавляет, это тоже связано с «Бегущей по волнам». Вообще, конечно, я сейчас читаю художество, очень интересное исследование. Вначале мне показалось, что оно немножко предвзятое, а потом, когда я рассчитался, это стало не то что настольной книгой, это Аполлинарий Васнецов, который художник не хуже Виктора, потому что он обладал достаточно таким своеобразным стилем и в почерке, в стиле письма и даже в текстах, как учитель. Ну, вот так не получилось, что его раскрутили. Не раскрутили так, как Виктора, но мне очень нравится его живопись, и она разнообразная, и всякий раз интересная и вкусная. Вот это тоже, конечно, для меня является. Солотоков, Щедрин здесь жил, и Герцин, и такие личности мы изучали. Что историю в школе, и я знал об этом на литературах. Что они связаны с нашим городом. Да, что связаны с этим замечательным городом. Ну, Храм Христа, который я тоже поддерживал, помогал в строительстве, как кажется, архитекторы, перебрался позже сюда, обвиненный, лжеобвиненный в краже денег при строительстве Храма Христа. Ну, здесь он создал тоже уникальные какие-то церкви, которые являются зодчими до сих пор в истории России. Что касается еще дымки, дымковских мотивов, вы знаете, что у нас здания многоэтажные в дымку украшают? Вы случайно не заметили? Не заметили, не видели? Я заметил. Вот смотрите, как это выглядит. Вот нет, ноутбук вам повернул. Вот смотрите, вот прям многоэтажки. Вы как художник вот хотелось бы, чтобы оценили. Вообще, я очень рад, что существует вот эта дымковская так называемая игрушка, традиционно чисто русский промысел, потому что многие промыслы загибались. Я помню, как Гжель, человек, вот, герой, не России, он герой труда, а директор, он очень беспокоился, и так и не получилось. У него все было в таком печальном состоянии. Жестовское и огромное количество производств, ремесел. Сейчас вот возрождается ремесло, слава богу. И то, что сегодня вот кировчане гордятся своим промыслом и стараются напомнить, что история Вятки древнее, чем многие города, но не так, как Москва 850 лет, 870, но все-таки близко к этому. А скоро 650, скоро. Да, и это говорит о том, что это богатая история, которая несет информацию. Но вот имеют право на существование роспись дымковской домов? Вы знаете, даже интересно и приятно, что люди вот решили украсить дома, потому что дома скучные, банальные, в потеках, с балконами такими достаточно печальными. Вдруг появляется какое-то яркое пятно. Это как, знаете, как в картине. Вот иногда абстракции смотришь и думаешь, что это Леонард да Винч, подходишь к этой абстракции. Вот когда есть пятно, просто издалека видишь и радуешься, а подходит там еще изображение какое-то. Я думаю, это вдвое неприятно. Никас Сафронов у нас в гостях. Персональная выставка Никаса открылась вчера в выставочном зале Вятского художественного музея на Карла Липнихта, 71. Сегодня вы можете попасть на встречу с художником. Начнется она в 15.00, собственно, по этому же адресу. У нас сейчас небольшая реклама, и мы продолжим. Культ поход. Заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов у нас в гостях в программе «Культ поход». Мы сейчас активно обсуждали, какой вопрос мы можем нашим слушателям задать. Ну что, договорились, Никас? Я просто пока не хочу думать, напомню, что у нас добавилось немножко в списке приборов. То есть мы, во-первых, можем еще предложить вам, если вы правильно ответите, книгу совершенно новую. Вы знаете, книга только что вышла. Она, по-моему, даже еще не пошла в продажу. Может, уже пошла, пока я сюда приехал. И это называется «Кино для взрослых», «Скрэпл классика». Она интересно иллюстрирована, она дорогая сравнительно. Удивляюсь, что вот продажи будет. Но она очень много имеет иллюстраций, что является удорожанием, естественно. Но зато там интересные фотографии разных периодов моей жизни, с моими друзьями, с актерами Голливуда, с английскими актерами, которые являлись какой-то частью моего творческого пути. Это и Шон Конри, это и Клинтон, когда вручал мне медаль за вклад в мировое искусство. Это и Путин, Буш и я. Фотография, снятая госсекретарем Америки, Паулин Коулис. Коулис, Коулис, Олис, ну не важно. Не важно. Главное, что... В общем, довольно уникальное такое издание. Коулис, да, Коулис. Вот, и интересно будет читать. Я долго ее писал, но я надиктовывал такой Ивановой Наташи, которая потом собрала... В текст это все переводила. В текст потом я чистила очень долго, года полтора-два, наконец она вышла. Потому что те книги предыдущие, которые были, сделаны одна со Стефановичем. Название было такое немножко для меня странное, но Никос великолепный. А до этого была тоже интересная книга, которая выходила лет 18 назад. Вот, мемуарная. Ну вот, своей бомбой, как там, из арбуза, что-то называлось. Но, тем не менее, вот эта книга вышла, и я думаю, она будет иметь успех. Я всегда, если берусь за что-то, я все-таки делаю это лаконично и по-доброму, и пишу так, чтобы читатель или тот, кто будет иметь иллюстрации, увидел достойные, и чтобы текст читал слегка. Чтобы вот как будто он присутствует со мной в диалоге, и это всегда интересно. В общем, книгу разыгрываем, разыгрываем. И отдельно разыгрываем билеты на выставку «Весна впечатлений Никос живопись оптимизма». Пожалуйста, вопросы. Задавайте вопросы. Мой вопрос. Слушателям, горожанам. Кировчанам. 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 Я, честно говоря, даже затрудняюсь. Хотел один вопрос, но он такой достаточно, скажем... У нас просто времени не слишком много уже остается, да. Ну, не знаю. Что намечается 3 июня в вашем городе? Ну, о чем мы уже говорили. Куда я поеду с раздумом. Вопрос на внимание. Это, о чем вы говорили, да. На внимательность. У нас уже давно, да, есть звонок. Слушатели с нами. Добрый день. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Валентина. Ну, конечно, это Великорецкий ход, который Никас хотел посетить и пригласить своих московских друзей. Я все это выслушала. Все. Валентина зовут нашу слушательницу. Вот Никас только что наушники примерил. Ответила правильно. Да, действительно, Великорецкий крестный ход. Что желаете получить? Ну, книгу, конечно. Книгу? Вот книга ушла в лед. Сафронова. С фотографиями Никаса Сафронова. А может быть, в придачу еще и билеты на выставку? Конечно. Ой, это вообще-то, да, великолепно. Давайте, потому что времени мало остается у нас очень. Да, да, да. Давайте книгу и билеты на выставку. Валентина, я очень рада. Это был золотой звонок. Спасибо. Спасибо, Валентина. Сейчас подпишу. Да, да, обязательно. Да, с автографом автора, безусловно. У нас тоже свои вопросы есть. Будем задавать или общаться будем? Я не знаю. Можно задать. У меня вопрос каким-то странным образом связанный с Никасом и еще с одним человеком. Дело в том, что я тут прочитал, что в 2015 году с аукциона был продан портрет вашей работы и портрет Ринго Стара. Не совсем так. Там путаница. Мы встречались с Ринго Старом, а я ему подарил работу. Это была такая а-ля и не икона даже, а доска была счищенная, не было живописи иконной, но был оклад. И вот внутри, сняв оклад, я написал сюжеты такие символические. И Ринго Стар, когда встречался со мной, она ему понравилась. Я ему ее подарил. Ну, так или иначе. У меня просто вопросы. Да, да, да. Это правда. На аукционе я немножко огорчился, что он продает подарок. Но когда я узнал, что на этом аукционе продается гитара Джона Леннона, какие-то предметы музыкальные Маккартни, я успокоился, что это идиотно благодать. То есть он продавал очень много интересных вещей, и этот аукцион проходил. Вот. И у меня как раз просто задаю вопрос про Ринго Стара, так как он недавно стал у нас рыцарем, сэром. Да. И маленькие музыкальные фрагменты включаю, а потом задаю вопросы. Поэтому как бы вы с ним оказались вполне себе связаны. Может, можете послушать, он тоже с нами. Пожалуйста. ПЕСНЯ Вот. Это старенькая-старенькая песенка, которую Джон Леннон сочинил для Ринго Стара. Называется «Я самый великий». Дело в том, что вот вы там очень известный человек. Ринго Стара тоже по-своему очень известный человек. Не такой, конечно, как Нига Сафронов. И в частности, он известен как... Вот вопрос такой будет. Он входит в такой официальный топ, да, вот. И три варианта ответа. Как самый богатый барабанщик. Как самый техничный барабанщик. Или как самый скандальный барабанщик. Куда он входит? В топ. В топ. Барабанщик, в смысле? Да. То есть он самый богатый барабанщик мира, самый техничный барабанщик мира, или самый скандальный барабанщик мира. Вот кто у нас там уже есть желающий ответить, да? Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А как вас зовут? Олег, ну и что? Наш постоянный участник, да. Предположу, что вы самый богатый. Абсолютно правильно. Ну что есть-то есть? Сам техничный барабанщик. Сумма в студии. Более 300 миллионов долларов его состояние. Фу, да что? Ну ты знаешь, для барабанщика? Для не фронтмена, да? Да, для фронтмена. Я думаю, что он и профессиональный. Олег, побудьте немножко с нами на вопрос. Профессиональный тоже барабанщик достаточно. Нет, он активно задействован. Голоса у него не было, но как барабанщик он был достаточно востребованный. Он до сих пор активно востребован, да. И Маккартни на альбомах выступает. Тут вопрос такой некий, все-таки спорный. Я видел, как он играет. Но я имел топ именно. Топ именно. Ну да, конечно. И Маккартни один из самых богатых, хоть не самый богатый музыкант. Он значительно богаче. Богаче, да. Но вот по поводу реплики такой шутливый. Вы знаете, мы не знаем, кто при Леонардо да Винчи был Киркоровым или там Ринго Старом. Все-таки есть время, когда остается, может быть, сегодня другая технические какие-то, так сказать, параметры в передаче во времени. И, может быть, Хёрст останется с резанными трупами акул, замороженными, может быть, неизвестно. Но в любом случае, вот времена показывали, что забывали о Брейгеле, надеюсь, 50 лет старшего. А потом доставали и обнаруживали, что он достаточно великий художник. Перевью, извините, потому что у нас на телефоне... А может быть, Олег, может быть, вы хотите задать вопрос Никасу? Никас, мне очень нравится ваше творчество. И я бы, конечно, хотел сходить на выставку. Ну, вы с удовольствием можете сегодня прийти на творческую встречу, задать мне вопросы. И я сейчас запишу, чтобы обязательно вас там прошли. И у вас будет билет на ваше имя, фамилию. И вы придёте, и прямо в музей передадут с подачей вашей фамилии. Конечно, если каждый там подойдёт, и будет сотый человек с вашим именем. Ну, это сейчас редактор запишет. Большое спасибо. Да, Олег, ну вы сможете, да, сегодня в 3 часа дня? Хотя я рад. Обязательно. Да, сможете. Ну, всё прекрасно. Хорошо. Далее знакомая для вас процедура. Свои координаты оставьте нашему редактору, и сегодня попадёте на встречу. Ну, вот хочется ещё поговорить как-то. Давайте вопросы уже не будем задавать. Ну, вот тема с приездом в июне, прям вы точно решили, да, что? Я решил, да, ну, Дроздов дал. И потом, когда даёшь духовному лицу, всё-таки обещание надо выполнять. Всё. Вообще, вы знаете, у меня есть 3 правила, которые очень важны. Это из-за чего я состоялся. Это профессионализм, обязательность. Если ты пообещал девушке, я говорю, башню, иди и спили. Или не давай тех обещаний, которые не можешь выполнить. Поэтому вот. И духовность. Я всегда пишу работы, они более позитивные. И всё-таки вот негатив тоже плохо, когда люди, так сказать, матку, правду, боску. Часто это абсолютно несправедливо. Даже человеческое лицо, оно совершенно разное. Оно бывает и позитивным, и, может быть, и негативным. Понимаете? Когда генерал спрашивает, вернее, генерал говорит, завтра сбор в 7 утра. А лейтенант подходит, говорит, товарищ генерал, утра или вечера? Он подумал и сказал, дня. Вот. И как реагировать на это? Я думаю, что мы приедем обязательно. И, может быть, ещё кто-то согласится поехать. Из моих друзей, таких именитых, которые, может быть, тоже будут интересны. Вообще, вы знаете, я очень благодарен, что я приехал. Не было никаких вот ни одной секунды. Иногда бывают вопросы там на пресс-конференции, задают такие каверзные, иногда глупые. Здесь все вопросы были интересные. И губернатор пришёл, и мэр пришла, и министр пришёл, и культура, и директор, и ЗАГС собрания. То есть вот такое количество знаковых людей этого города пришли на выставку, на открытие. Потом мы ещё и ужинали, беседовали, создали какие-то планы, что я приеду сюда, буду делать серию картин, связанных с этим краем. Вот героев тех, кто здесь жил, портреты. Вот мы сейчас о них говорили ранее. Это когда ожидается? Это ещё в ближайшее время. Ну вот, наверное, я приеду 3 июня, когда будет повод и приехать на крёстный ход, и, тем не менее, ещё и сделать наброски, эскизы, и посмотреть. Здесь места же уникальные. Даже сейчас красивый город, а если увидишь летом, он такой статный, древний, сохранившийся. Вот в Ульяновске, в Симбирске было 49 церквей и 3 монастыря. Это ваша Родина? Да. Когда я уже жил, там была одна церковь, в которой, естественно, огромное количество людей приходило. И это было 100 тысяч человек. Сегодня там 600, 650, а сейчас 34 церкви есть, одну церковь построил я в честь мамы своей, тоже в городе, там, часовню построил за городом. Но это всё равно новоделы. А вот те древние с историей, с намоленностью, их, к сожалению, уже нет. А было бы неплохо. А здесь это, в общем-то, сохранено и восстанавливается. И не заново строится, а именно реставрируется, что является очень приятным. Вы знаете, я за любое, как за любой кипиш, за любую историю, если бы строили синагоги древние, если бы строили мечети, но те, которые бы по-настоящему не ваххабистские, а такие настоящие, где пропагандируют духовность, любовь к человеку, красоте, так сказать, жизнь без войны. Вот я всегда за это. И если это исторические памятники сохраняются, то хвала всем отцам, тем, как бы, руководителям и страны, и города. Но здесь это есть, и я с удовольствием хочу вернуться. Спасибо большое. Приятных вам впечатлений от нашего города, от общения с горожанами. Приезжайте еще. Приезжайте, конечно. Никас Сафронов, заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, профессор. Еще раз напоминаю, встреча с Никасом сегодня состоится в 15.00. Начало на Карла Липеца, 71, так что добро пожаловать. А возрастное ограничение, я думаю, 16+. Да? Я думаю, там нет ничего такого, что нельзя и детям. Хорошо, 0+. 0+. Спасибо большое. На этом культпоход завершен. Спасибо. До встречи. Культпоход.